Танк Корпус выполнен как многослойный пирог, сталь, керамика, резина, сталь. У нас всегда была высокая огневая мощь, высокая подвижность, высокая защищенность попозже. И не зря танкисты, воевавшие на Т-4, говорили, броня офигня, ведь танки наши быстрые. У «Арматы» попытались сделать сбалансированный набор. Это первый в мире танк третьего поколения. Все предшественники. Это машины, пошедшие в серию в 79-м до 88-го года включительно, 89-го даже. Это «Леопарды», это «Абрамсы», последним пришел «Леклерк». Особого внимания заслуживает и новейшая 125-мм пушка танка, превосходящая по своим характеристикам лучшие натовские аналоги. На «Армате» стоит пушка, которая на дальности прямого выстрела укладывает три снаряда в носовой платок. Точность немыслимая. При этом танк появился на параде всего через год после воплощения, как говорят специалисты, в металле, что подтверждает его полное название – «Армата Т-14», где цифры – это год создания, 2014-й. Такого в истории нашей страны еще не было, ведь, по сути, танк этот экспериментальный. И только-только проходят испытания, одно из которых, как выяснилось, касалось того, как им быстро можно научиться управлять. Как бы странно это ни звучало, но Красная площадь стала одним из мест испытаний. На параде танком управляли не специалисты завода-изготовителя, а срочники, освоившие новую технику всего за два месяца тренировок в подмосковном поселке Алабино. Но «Армата» прежде всего – это универсальная платформа, похожая на конструкторы, на которые можно навешивать новые блоки. И тогда танк превращается в тяжелую боевую машину пехоты. Ничего подобного в нашей армии до этого не было. Вариант БМП также был представлен на параде. Министерство обороны, правда, так и не рассекретило «Армату» до конца. То, что внутри электронику, системы ведения огня, саму бронекапсулу, экипажа, даже то, каким образом управляет этой машиной механик, могли видеть лишь немногие специалисты. Превратиться «Армата» может и в самоходную артиллерийскую установку. 9 мая в парадном строю шла новая машина – «Коалиция СВ». Главное преимущество «Коалиции», что она успевает сделать серию примерно из 5 выстрелов, сняться и уйти, еще до того, как ее снаряды даже долетят до цели. То есть фактически дивизион «Коалиции» в этом случае становится, ну, в какой-то степени дивизионом «Стелс» в артиллерийском понятии. Как добились такой скорострельности разработчики «Государственная тайна»? Известно лишь то, что изначально «Коалицию» вообще предполагали сделать двуствольной. Сейчас этот вариант, возможно, реализуют для корабельного базирования. Установка же, показанная на параде, предназначена для уничтожения в том числе и тактических ядерных средств. Стреляет она на расстояние больше 40 километров. В перспективе 70. Так далеко в мире больше не может никто. Учитывая, что там тоже безлюдная башня и автомат заряжания на 60, по-моему, снарядов, то эффект получается такой же, как от применения системы реактивной залпового огня. Еще новинки. Боевая машина пехоты и бронетранспортер «Курганец-25». Аналогов в мире не существует. Тот же, что и у «Арматы» модульный принцип построения, то есть замена деталей, что удешевляет и производство, и ремонт в боевых условиях. Прежние бронетранспортеры, они рассчитывались на бойцов с средним ростом около 170 сантиметров, весом чуть более 60 килограммов и общей массой выплавки чуть более 10 килограммов. Вот эта техника, она уже рассчитывалась на более крупных бойцов, ростом в районе 180, чуть больше, весом около 80 килограммов и резко возрос вес снаряжения. Сейчас снаряжение бойца, куда входят немыслимы, еще 15 лет назад спутниковая связь, компьютер для ведения разведки, бронежилет и прочее может весить больше 25 килограммов. Серийный выпуск машины «Курганец» планируется начать через год. Вообще защита личного состава, судя по показанным на Красной площади, образцам техники уделяется самое пристальное внимание. Отсюда и сразу несколько вариантов представленных бронемашин «Тайфун» и «Бумеранг». Их новейшая защита позволяет без вреда для личного состава выдержать взрыв 5-килограммовой противотанковой мины. Кроме этого, у «Тайфунов» комбинированная броня, керамика и сталь, а пространство внутри герметично, с искусственно поддерживаемым избыточным давлением, что позволяет исключить контузии личного состава при подрыве. Субтитры создавал DimaTorzok